привет друзья вы на канале русская дымка и сегодня со мной мой друг мой старый знакомый я думаю вам он тоже знаком как по каналу ханхи так и по нашему совместному ролику год назад для мы разговаривали о самогонных аппаратах сегодня у нас на столе новое неизведанное устройство и расскажи что это такое с чем это идет это пивоварня которая пока еще не выпускается то есть это прототип их сделано буквально несколько штук и сейчас она находится в стадии доработки стадии тестирования и проверки но в общем то уже перед нами образец который полностью функционирует то есть пиво на нем уже варили в чем концепция как это все работает из чего же она состоит я хочу сказать матвей один из разработчиков этой пивоварни поэтому я его сейчас буду пытать значит основные узлы это у нас нагревательный элемент и он очень похож на знакомыми на индукционную плиту значит основные узлы пивоварни индукционная нагревательная плита бак заторный фильтрующие элементы они там внутри находятся фальш дно и фильтр базук матвей я на это все вижу понимаешь мне это все знакомо индукционная питает наша любимая плита госрарак на три с половиной киловатта фальш дно и сам бак не знакомы по сутловарочному котлу вейн базука ну базуку зрители у нас еще не видели я видел это новый вариант нашей базуки увеличенный улучшенный вариант почему так почему это все мне так знакомо потому что идея была сделать виде конструктора все это для того чтобы можно было использовать не только в качестве пивоварни данную модификацию но и как самогонный аппарат допустим незначительно доработав то есть ну скажем докупив приобретя колонну то есть правильно ли я понимаю мы идем по пути конструктора то есть человек который купил самогонный аппарат может приобрести несколько дополнительных комплектующих и превратить его в пивоварню или или наоборот или или человек может здесь сусловарочный котел до оборудовать его до самогонного аппарата любые комбинации то есть у нас есть сусловарочный котел у нас есть самогонный аппарат у нас есть пивоварня и все это взаимо дополняет друг друга в одном конструктиве касательно узлов там есть мешалка дореческая это как это как работает зачем это видят она устанавливается у нас на крышку стандартный наверно 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 всем знакомы а это всем знакомый винт от моторной лодки ну если честно модификация винта может поменяться их несколько видов соединение очень удобно классический вариант то есть в принципе на этот же кламп мы можем прикрутить самогонный аппарат к этой крышке а если хотим прикручиваем моторчик резьбовое соединение то есть в процессе он не раскрутится так как работает на затягивание так и из органов управления у нас на нем есть кнопка больше эта кнопка нужна тогда когда мы используем данную мешалку отдельно от пивовары то есть мы можем использовать самостоятельно она может подключаться напрямую 220 вольт а может при помощи соединительного шнура подсоединяться сразу к пивоваре вот у меня тут такой не длинный шнурок и соответственно здесь стандартный разъем который может идти к обычному удлинителю к обычной розетке компьютеры подключаются а при помощи такого удлинительного шнура мы можем запитать ее прямо от плиты на это нужно для того чтобы мы могли управлять мешалкой с пульта управления который на лицевой панели то есть пульт управления на лицевой панели у нас чем-то отличается от первоначальных мозгов индукционных да конечно то есть там есть полностью автоматический цикл пивоварени то есть мы можем забить настройки тот рецепт который мы хотим то есть несколько рецептов можно занести в мозги пивоварни и да можно либо занести их в память устройства либо мы можем как бы настроить авторежим непосредственно перед самим использованием чтобы точно знать какой мы рецепт именно сейчас используем то есть мы выставляем паузы сахаривания если требуется нам для нашего солода можем установить белковую паузу можем кислотную выставить настройки там шаута ну и соответственно количество добавлений хмеля процессе это будет подсказывать когда нужно добавлять в общем полностью в автоматическом режиме с подсказками данной плиты мы можем смотреть затор для виски мы там можем сварить да конечно можем сварить затор для виски тоже то есть я могу сделать рецепт для затора для виски или нужно будет вручную сделать там есть ручной режим при котором мы можем выставить требуемую температуру затора и время его поддержания то есть не заморачиваясь несколькими рецептами ну да скорее всего я обязательно пробую сделать именно так все-таки виски это мой профиль кроме этого если мы используем плиту как просто плиту и нам не нужны никакие пивоваренные настройки нам достаточно отключить вот этот термодатчик внешне вот этот провод идет к термодатчику здесь есть и тогда у нас полностью меняются настройки блока управления и он переходит в режим обычной плиты где мы можем регулировать только мощность она может работать как плита она может работать как мозг пивоварни но я вижу что у нее на рабочей поверхности сейчас я это дело сниму стоит какая-то конструкция цель и смысл ее матвей значит цель этой конструкции для того чтобы во-первых правильно распределить массу особенно тяжелых баков по 50 литров например потому что бывают такие случаи когда у нас под бак попадает какой-то незначительный маленький камушек там или еще какая-то но песчинка я иногда ставлю на пол там песок потом на плиту и там и можно даже таким образом нагрузив полный бак поломать плиту то есть сломать стеклянную поверхность это первое но не главное потому что мы все-таки как бы следим за чистотой но я думаю что наши зрители тоже следят за чистотой бака снизу плиты главная функция это сберегающая энергосбережение то есть бак не нагревает поверхность самой плиты так как индукция у нас нагревают именно поверхности металлические которые то есть днище бака да и днище бака и и будет уже нагревательным элемент и для того чтобы тепло обратно плите не передавалось вот существует такая подставка если ее не использовать все будет работать энергоэффективность конечно понизится плита начнет нагреваться от бака так процессе работы плита цвета практически холодной даже когда бак кипит но с плитой вроде разобрались она и плита она и мозг пивоварни давай заглянем в душу баку посмотрим как устроена фильтрация потому что для пивоварни этого это важный момент потому что я здесь вижу кучу вещей и для фильтрации как-то все работает итак у нас есть бак он вернут в специальную рубашку для того чтобы сохранять тепло как все это комплектуется насколько я понимаю сначала у нас ставится базука базука здесь есть специальное посадочное место резьба на одной стороны внутрь мы накручиваем базуку следующим элементом фильтр систем будет у нас фальшно специально ножки сделано так чтобы базука не помешала дополняет эту фильтрационную систему она не обязательно но ее сделать для удобства то есть мешки фильтрационные лавсановые которые активно применяются во многих областях промышленности пищевых особенно в молочной промышленности их используют очень хорошая фильтрующая способность инертность даже при высоком нагреве ну то есть мы можем до 100 градусов нагревать хотя нам в общем то это и не требуется у нас будет нагрев идти ну до 80 градусов максимум ну инертность в химическом смысле да инертность как бы по отношению к продукту а удобство заключается в том что отработанный солод то есть дробину мы можем легко извлечь после использования просто затянув вот эти шнуры и продолжить уже кипячение само осусти правильно ли я понимаю что и мешок нужно натянуть а вот этот скелетик да можно сначала установить мешок а потом вставить можем часть его назнаете скелет ну что вот так мы поставили базуку мы поставили фальш дно мы надели на мешок на края бака мешок завернули его за края здесь есть завязочки с двух сторон и для того чтобы у нас случайно винт вот этот не намотал мешок вот существует такая облегченная конструкция которая не позволит это сделать то есть когда мы варим пиво последовательность у нас какая мы поставили базуку фальш дно загрузили мешок скелетик чтоб мешок себя вёл хорошо залили воду запустили программу программа нам нагрела пивоварню до 40 градусов предварительный нагрев засыпаем молотый солод и ставим сверху наш элемент пивоварня у нас через вот такой вот датчик контролирует температуру то есть она всегда в курсе что у нас баки творится и здесь соответственно при помощи управления питанием она может включать и выключать наш пропеллер наш винт соответственно таким образом управлять перемешиванием верно отработав все паузы мы снимаем крышку удаляем мешок с отработанным солодом мне сначала наверно мы промыла сливаем сливаем совершенно верно потом промываем дольбину дополнительной водой которая также была изначально заготовлены тоже ее сливаем убираем мешок заливаем заново возвращаемся слитые в куб наши сусы возвращаем и нажимаем далее продолжить пивоварня у нас начинает нагревать уже до стадии кипячения она она у нас кипит она у нас варе когда она у нас кипит она нам периодически дает сигнал когда нужно сыпать очередную порцию хмели то есть можно не хмели также программируется также программируется можно до 10 заклада хмели сделать и в конце когда пиво будет сварен и также будет предложено забросить уже включить охлаждение чиллеры забрасываем через часа окончания для того чтобы у нас дезинфекция пришла ну и раз уж мы к чиллеру перешли вот он тоже такой медифицированный разборный вот эти конструкции служат для его жесткости для удобства использования и для промыски мы легко можем его разобрать мне понравилось что его можно сложить вот так вот и он будет плоским если мы используем 50 литровый бак и хотим более эффективно охлаждать то суслово нужно охлаждать сверху так как горячая жидкость поднимается для этого у нас существует вот такие подвешиваем за борт бак не очень удобно использовать а длина этой трубки этого чиллера длина около 6 метров воздающего элемента ну и как пиво то ты пробовал получается пиво пиво получается еще касательно мешалки хотел бы сказать что здесь есть защита от перегрузки то есть если все-таки когда-нибудь такое случится что у нас мешок попадет винт и допустим если забыть поставить вот эту защитную рамку то винт остановится и ничего страшного не произойдет здесь стоит предохранитель плавки предохранитель который при заклинивании мешалки просто перебирает копеечная деталь которую можно потом легко за и вот здесь 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 это видно здесь есть элемент доступа к этому когда хранителю можно забраться и поменять при его срабатывание здесь соответствующая лампочка загорается не узнать почему же у нас перестала работать мешал здорово интересно матвей друзья самогонщики пивовары подписчики канала это новая разработка это концепция нам хотелось бы знать ваше мнение задавайте вопросы высказывайте свое мнение свои впечатления об этой концепции нам интересно знать в первую очередь хотелось бы узнать именно про модульность этой системы то что части могут каждая часть может существовать сама по себе и работать соответственно в нужных нам условиях по разным бак мы можем абсолютно для других целей допустим использовать да но вот на меня произвело впечатление я например люблю варить бурбон то есть варить кукурузу закрывайте и золотом и я понимаю что с кукурузой мешок из лавсана вряд ли будет хорошо работать я могу это все убрать и просто в баке сварить украшу не является обязательным элементом раз повторюсь то есть мы можем так же когда и пиво варим есть у нас фальшно защитное мы можем вообще мешок не использовать но попробовать несколько раз вот мне с мешком намного больше понравилось но плюс в том что еще мешок можно как следует отжать руками вот такая концепция друзья такая разработка хочу матвея поблагодарить за интересный экскурс в область наших новых технологий ждем ваших комментариев оставляйте свои отзывы своих впечатлений вы на канале русская дымка